Добрый день, дорогие ребята! Сегодня я хочу тоже прочитать вам сказку детской писательницы Екатерины Каргановой. Эта сказка предназначается для самых маленьких детей дошкольного возраста, а называется она «Находка». Как зонтик оказался в лесу, в лесу неизвестно. Только стоял он под деревом, в траве раскрытый, словно огромная сыроежка красовался и ждал, не найдет ли кто его. Бежал мимо ежик Егорка, увидел зонтик, обрадовался. Ух ты! Вот это гриб-то гриб! Целый день будешь есть, не съешь, всю зиму будешь есть, не съешь, еще и на весну останется. Вот это находка! Обошел ежик гриб со всех сторон, приловчился, повалил на траву. Попробую, подумал. Куснул ножку, а та твердая-притвердая, чуть зубы не сломал. Шляпкой на сыроежку похожа, тоже полакомиться не пришлось. И тонка слишком, и запаха никакого. Что же мне с этим странным грибом делать? Надо с Белочкой уши посоветоваться, решил ежик. Искать Белочку не пришлось. Она из своего уютного домика на сосне давно наблюдала за тем, как Егорка на траве возится. Видно, нашел что-то. А что, непонятно. Белочка была любознательна и в два прыжка оказалась на земле. — Привет, Егорка, что это у тебя? — спросила она ежа. — Да вот, — неуверенно ответил Егорка, — гриб нашел. — Вот это находка! — ахнула Белочка лучше. — А что же это у этого гриба? Ножка крючком. — Да и шляпка уж слишком тонкая и велика. — Нет, — засомневалась Белочка, — и не гриб это вовсе. Хотя, может быть, попробовать, вдруг съедобный. — Да несъедобный он, нельзя его есть. Я пробовал, — вздохнул еж. — А если нельзя его съесть, может быть, можно в него сесть? — обрадовалась своей находчивостью Белочка лучше. — Смотри. Она ловко подхватила зонт за ручку, скарабкалась на дерево и зацепила его крючком на конце ручки на ветку. — Ну как? — крикнула она сверху. — Чем не качели? Прыгнула в середину зонта и стала раскачиваться. — Эх, ох, ах! — выкрикивала Белочка, раскачивая качели. — Сильнее, сильнее, еще сильнее, до тех пор, пока они не взлетели совсем высоко. И тут зонт перевернулся, соскочил с ветки и, кувыркаясь, полетел в сторону пруда. Белочка лучше едва успела выпрыгнуть и уцепиться за ветку. Зонт полетал, полетал и приземлился, уткнувшись острым носом в песок у самой воды. Любушонок Тимка как будто только этого и ждал. — Квак, вот это находка! Кораблик с высокой мачтой. Прямо хоть сейчас в путешествии. — Ква-ква! — заквакал Тимка. — Куда это ты собрался? — спросили подоспевшие Егорка и Луша. — Далеко? — Далеко, Ква-ква! На край света! — похвастался лягушонок. — Кто со мной? — Чур, я капитан. — Ну-ка, матросы, навались! Белочка и еж переглянулись. А может быть и правда это кораблик? А если так, когда еще им доведется на корабле поплавать, на краю света побывать? И побежали к Тимке. Общими усилиями столкнули корабль на воду. Тимка скомандовал. — Всем по местам поднять якорь, полный, вперед! Кораблик закачался на водной глади, унося на середину пруда отважного капитана и двух отчаянных матросов. Выйдя из тихой заводи, кораблик оказался на широком просторе, где свободно гулял ветер. И когда ветер совсем разыгрался, а волны стали подниматься все выше и выше, корабль с вода с отважными моряками стал наклоняться то на один, то на другой бок. Капитан Тимка вскарабкался наверх мачты и закричал. — Начинается буря, корабль тонет, спасайся кто может! И бултых в воду! Надо сказать, что капитаном лягушонок Тимка оказался некудышным. Настоящие капитаны никогда не оставляют матроса в беде и покидают корабль последними. А ветер не унимался и гнал кораблик неизвестно куда. Может быть, на край света? Только плыть туда друзьям совсем уже не хотелось. Ёж был хорошим пловцом. — Я-то спасусь, а как же белочка? — подумала Егорка. И тут ему пришла в голову замечательная мысль. — Подними повыше свой пушистый хвост! — крикнул он сквозь шум ветра луша. — Это будет парус! Направляй к берегу! И кто бы мог подумать! Кораблик послушно заскользил по воде и вскоре на всех беличьих парусах вылетел на берег. — Земля! — закричали счастливые мореплаватели, радуясь спасению. — Ура! Едва бесстрашные матросы перевели дух, как откуда ни возьмись появился зайка Кузя. — Вы что, с неба свалились? — спросил Кузя, подозрительно оглядывая белочку ежа и лежащий рядом с ними зонт. — Почему с неба? — удивился Егорка. — Из воды. — Мы на корабле плавали, — гордо заявила белочка, позабыв, что совсем недавно тряслась от страха, боясь утонуть. — На корабле? — не поверил Кузя. — Вот это он показал на зонт. — Это и есть ваш корабль? — И что же, не гриб же это? — ответил Егорка. — И не качели, — сказала белка Луша. — Ну же не корабль, — это точно, — уверенно заявил зайка Кузя. — И тогда что же это? — хором спросили белка и еж. — Надо подумать, — сказал Кузя и стал думать. — Думай, думай, это тебе не на лавочке лежать, не кочерыжки грызть, — подзадорили зайку Луша. — Я думаю, что это летающая тарелка. — Тарелка, а в середине вилка, — засмеялся Егорка. — Тарелка есть, вилка есть, пожалуйте к столу. — Держи, держи, Кузенька, тарелку, — закричала белка, увидев, что зонт перекатывается сбоку-набок. — Она улететь может, она такая, и летать, и плавать умеет. — Держи ее, — потешалась белка Луша над Кузей. А вдруг, не обращая внимания на насмешки, продолжала рассуждать Кузя, — вдруг это сказочная жар-птица. Точно сказочная, без глаз, без перьев и с одной ногой. — Ха-ха-ха, — захохотал Егорка, — опрокинулся на спину и замахал лапками. А белочка Луша фыркнула, и тоном опытной медицинской сестры спросила. — Жар, Кузенька, у тебя, ты сегодня температуру мерил? — Ох, — рассердился зайка на друзей. — Берите себе вашу находку, не нужен мне ваш гриб, ваши качели, ваш корабль, обойдусь. — А мы обойдемся без летающей тарелки, — жар-птица, — обиделись Егорка и Луша. Проходила мимо добрый волк Гаврюша. Услышал, как Мэллаша ссорится и говорит, — Вот только друг без друга вы не обойдетесь. Согласны? И все дружно закивали, заулыбались. Не нужен нам этот несъедобный гриб. Эти непрочные качели, этот ненадежный корабль, непонятная тарелка и бесхвостая жар-птица. — Вот и прекрасно, — сказал очень довольный Гаврюша. — А вашу находку зонтик? — Зонтик, — удивились, друзья? — Да, самый обыкновенный зонтик, который укрывает от дождя и жаркого солнца. — Положим зонтик на то самое место, где вы его нашли, — сказал Гаврюша. — Его найдет тот, кто потерял. А зонтик и сейчас стоит в лесу под деревом. Приходите и забирайте. Вы, конечно, очень обрадуясь и скажете, — Вот это находка! Ну все, ребята, на сегодня достаточно. До встречи в следующий раз. Всего вам доброго. Будьте здоровы!